Ребятки, всем привет! Всех приветствую на канале Токсикул. Сегодня вас ждет просто суперовый выпуск. Всем добра бабла, позитивчика, приятного просмотра. Готовьте чаеху, ляля кебаб. И мы стартуем. Бабки, бабки, бабки! Бабки, бабки, сука! Бабки! Сука! Так, ребятки, стартую. 134 в конце. Времени 8.38. Утренние процедуры. Давно не подкачивал уже с месяц. Может из-за этого был и маленький большой расход. 1.8 было в колесах. Здрасте! Да, чуть сильно. Уже иной раз, ребятки, надеваю масочку, потому что кашляющих очень много. Овер дофига. И только что я приехал, собственно, с рынка КТЗ на Араганский пивзавод. Всего лишь нашли за 151 гривен. Ёлочка, ёлочка! Я посидел без соли, доедаю. А вы со своей ёлочкой, да, ребятки? Вот так и мы. Ну, ничего. Так говорят, что даже на эту ёлку могут и не пустить. Вы представляете? Без сертификата. Нужно сертификат сначала получить, вшпилиться, а потом, собственно говоря, идти на ёлочку, смотреть на пьяные лица. Потому что так тебя не пустят. Всё очень серьёзно. Настоящие фанаты могут. Пацаны, вёз только что Лабрадора и Мэйткуна ещё, короче, к этому, ко всему котяру этого здорового. Мэйткун и Лабрадор. Ну, это просто была тема. И вызывали до этого не, собственно говоря, обычный, ну, не ПЭЦ, а по обычному заказу. Говорит, вы повезёте, типа? Ну, почему бы и нет? Ну, так на изи просто. Сейчас покажу, что там в салончике у меня интересно самому. Так вот выглядит салончик, клочки шерсти, естественно, везде. Так, ребятки, закупился. Я вот купил чистилку такую. Купил ароматизатор, а то у меня закончился вот такое используем. Видео есть на канале, почему. И сейчас, собственно говоря, полинял я на 58 гривен. Ну, вот как-то так, ребятки. Будем сейчас убирать после собачиваний и котов. Что сделаешь. Кстати, я вот так призадумался, когда ПЭЦ свозишь, можно и купить такую, положить в тачку. Будет, как говорится, проще. Вот сейчас распечатываю. Кто не знает, такой валик, катаюсь и всю шерсть собирает. Сейчас покажу. Взяти тут дофига. Взяли, катайте. И оно собирает всю шерсть, мусор, так далее, и тому подобное. Это, конечно, супер качество. Видите, слетает, но сам факт, посмотрите, сколько здесь всякой ерунды. я в таком возить людей не хочу. Тут несколько слоев. Вот один убрали, и второй. Погнали. так же само убираем порядок на воде. Пусть только попробуют мне еще плохую оценку поставить после этого. убираешь тут все за ними. За ними же, не за собой. Все в шерсти. И в итоге, ребят, по итогу получился мне этот заказ 200 гривен. Почему? Потому что вот эта вот штучка, которой я повытирал шерсть в автомобиле, она там около 22 с чем-то, по-моему, стоила. Вот вам, пожалуйста. Она ушла, кстати, вся, потому что шерсти просто дофига. Кстати, плюс серых чехлов, потому что на них мало чего видно вот такого вот. Но когда я начал вот этой штукой катать и на нее налипать шерсти, просто огромное количество было. Я просто был в шоке. Даже такие люди грязные садятся. Я не знаю, в чем трэш. Бывает, садятся, вот реально, смотришь на его штаны или на ее. Полностью, мать, теток в шерсти, полностью. Думаю, как ты вообще ходишь по улице? Неужели нельзя как-то за собой следить? Скотчек, купи, обмотайте штаны с ними скотч. Если у тебя нету ничего такого сверхъестественного дома, постираю в конце концов. В шоке бывают с людей, просто в шоке. Но понто уже. Так, 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 118. Спасибо. Что-то немного. Нарезли. Спасибо большое. Хорошего вам дня. И фон. Хорошо. Пятки, забыл же вам сказать, они еще и клеща собирались с этой собаки вытаскивать, пока мы ехали. То есть она говорит, о, глянь, клещ, глянь, какой раздулся. Давай вытащим. Потому что в клинике заставят прививки делать. Я был в шоке. Аэропорт, ребятушки, братва. Нахожусь здесь. Привез сюда девушку. Заснула она у меня здесь. Храпака давала именно конкретного такого прямо вообще. Я не знаю. Люди ничего не боятся, не стесняются. Не пристегнутая спала. Просто все на изи. Так что меня выпустит чине. Сейчас подсыпаем. Опа! Смайлуватый смайлик. Все, шуруем, ребятки. На выход. Вон дверь, вон, как говорится, нафиг. Только что, ребятки, прикиньте, попалась мне маршрутка. Взял три дамы и развез их по домам. Все вышли на автобусных остановках четко. Посчитали, что им со скидкой поездка каждая вышла по 15 гривен. Конечно, почему бы не ездить в комфорте за 15 гривен. Продолжение следует... Всем привет, ребятушки. Всем добрый вечерочек. Друзья мои, люби друзи! Эй, 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 эй! Поднимите руки вверх. Я не вижу ваших рук. Привет, ребят. Сегодня отработал смену в воскресенье. Смена получилась, как я ее называю, белого человека. Почему? Да потому, что реально меня рубит спать. Я не могу понять, что за тема происходит. То ли я устал физически, то ли фиг его знает. Но реально вырубает. Энергетики пить не хочется, потому что, ну, смысл, потом, блин, ночью фиг заснешь. И по работе, что могу сказать сегодня, реально слабенько. почему, наверное, люди готовятся к Новому году. Хотя вот сейчас, я смотрю, кофы все горят, светятся все четко. Но мне как-то дают заказы сегодня без кофов. Реально. Вот, ну, был с утра один хороший заказ. Отвез я от, собственно говоря, рынка ХТЗ мужичка на пивзавод Рогань 151 гривночку, да, с коэффициентом. И все. Потом вот у Песеля с котом я отвез вообще за 224 на фанвизе на этого самого с Рогани. И получил, ну, там, получается, по окружной. И туда погнал я и на Одесской, получается, там направо повернул. Как, собственно, мне болтик показал, так и поехал. И того мне в заказ вышел 200 гривен грязью. Почему? Потому что я еще потратился, ребятки, на, собственно говоря, эту штукенцию, которую надо было тут шерсть всю повытирать, убрать. Потому что нереально. Короче, сегодня Александр эконом, суперэконом химчисточку забабахал в автомобиле Deo Lanos SX комплектация. 1.6 двигатель, подушки, АБС, все дела. Number one пушка, просто тачка. Вот. За химчистил за 22 гривны с копейками, по-моему, если я не ошибаюсь. Лупанул вот такую себе, собственно говоря, пахучку. Пахучка реально рабочая, пахнет четко. Может, мне оценочку немножко получше начну ставить, потому что какая-то оценка не зупыгут совсем уж вообще. Слово совсем. Да, ребятушки, что хотелось бы сказать по сегодняшному денечку. Собственно говоря, смена сегодня такая. Как бы работа есть, но для пятницы слабовато. Подытожим, да? Клиенты на чаюху оставляли. Чаюхи можете где-то соточку смело плюсануть в кассе. Итого, в среднем по палате неплохо. Но только и того, что неплохо, потому что до этого были кассы поярче, поинтереснее, но вы же понимаете, это смена белого человека. Если ты хочешь работать как нормальный, адекватный человек 8 часов, чтобы тебе хватало времени, так скажем, поспать нормально, сходить где-то на тренировочку, уделить время семье и близким, то ты заработаешь ничего ровным счетом. Понимаете? Дулю заработаешь. Если ты будешь вкалывать часов по 12, по 16, по 17, то тут делятся на две категории мнения людей. Одни говорят, что ты заработаешь больше, другие говорят, что ты убьешь машину, заработаешь геморрой и прострузию позвоночника. Больше ничего. Поэтому пишите, ребят, свое мнение в комментариях. Я считаю, что есть что-то нечто среднее, когда хочется повкалывать, можно 12 и 13 часов, когда чувствуешь силы. Надо все по ощущениям. Я сегодня реально меня рубит спать и работать никак не хочется. Поэтому я отработал смену 8 часов поехал домой. Да и хрен с ним, что это пятница. Ничего страшного не произойдет. я считаю. Вот. Всем, ребятки, кто смотрит мой каналчик, спасибо за просмотр. Поставьте, пожалуйста, лайк, пальчик вверх, напишите свой наибомбический супервый комментарий. Очень интересно, например, с какого города вы смотрите, если вы не знаете, что написать. Также напишите, сколько вы заработали за сегодня. Может, у вас касса поярче, чем у меня. И в каком городе работали красивый таксист. Вот. Подписывайтесь на мой инстаграм, тикток и телеграм-группу таксистов города Харькова, которая также называется Такси-кул. Заходите в Welcome to the Party. У нас там весело. Может, что-то интересного для себя поймете. Как чуде капитчины заработать, какие-то нюансы. Также, ребятки, делайте страховочку со скидкой от меня 10% промокодиком. Это ссылочка внизу в описании. Я вот недавно делал. Там, кстати, до 31-го числа, если сделаете страховку, помимо того, что от меня 10% скидончик получите. Плюсом ко всему 10 литров бензинчика или дизеляки на халяву. Я уже заправлялся и видосик снимал. Как я заправился на халяву 95-м сломаном. Ребят, всем добра, бабла, позитивчика. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы, обязательно нажми колокольчик, поделись видео с друзьями. И пока-пока, до новых встреч. Обнимаю. Так вот, ребятушки, отработал я в конце 265, времени 4.31. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.